Коллега, приветствую тебя на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Урок называется «Красиво. Нетворкинг». За этим англоязычным словом, которое дословно переводится «работа в сети», подразумеваются очень простые и понятные действия, о необходимости которых говорит президент в своих уроках. Увеличивайте число своих контактов. Хотите быть успешным не только в его осадии, в жизни? Постоянно обзаводитесь новыми знакомыми. Это очень важный навык, и им необходимо обладать. Активные люди, часто путешествующие, посещающие различные мероприятия, секции, обзаводятся новыми контактами легко и просто. Но сейчас, в наше сложное и непонятное время, карантинами, обзаводиться контактами в реальной жизни несколько затруднительно. Но у нас есть социальные сети. В социальных сетях вы легко и просто можете получать новых друзей, заниматься сетевой работой, нетворкингом. Если вы хотите, чтобы ваш труд в сети приносил результат, приглашайте или дружите с правильными людьми. Какими критериями обладает правильный друг? Я вам расскажу в этом уроке. Это очень важно, потому что большинство людей, которые говорят, что они ведут правильные действия в социальной сети, заводят друзей по очень простой и как они считают правильной схеме. Например, наша компания работает в нише здоровья, написал в поиске социальной сети любой свой ключевой запрос здоровья, выбрал сообщество, вошел в какое-то сообщество, которое, например, называется красота и здоровье, открыл подписчиков этого сообщества, и начинаю просто этих людей добавлять себе в друзья. Например, людей с мужскими именами и женскими аватарками. Вот эти действия крайне сложно назвать нетворкингом. И вот такой порядок добавления друзей, назвать правильной и эффективной работой крайне сложно, потому что ваши друзья должны быть, во-первых, целевыми, второе, вы с вашими друзьями должны иметь общие связи, это обязательно, и третий ключевой параметр, эти люди должны быть активными, разумевается в социальных сетях. Вот если добавляемый вами друг обладает тремя этими характеристиками, это идеальный человек. Если хотя бы первыми двумя, то, в принципе, это нормальный человек. Но если ваш добавленный друг одной или вообще не обладает ни одной из перечисленных характеристик, то пользы от этого друга практически нет. Как же добавлять друзья, чтобы они соответствовали вот этим характеристикам? Я вам дам несколько рекомендаций, пожалуйста, их придерживайте. Рекомендация номер один. Задружите с какой-то значимой личностью, или, как говорят, лидером мнений, и воспользуйтесь наработками этого человека. Вот у меня в друзьях на Фейсбуке президент компании, человек, который известен всем в Вивасане. У меня в друзьях наш генеральный директор, и я точно знаю, что они дружат на Фейсбуке. И если я войду на профиль Ольги Васильевны и открою список ее друзей, то вот с этими людьми у меня уже есть общие связи. И эти общие связи очень хорошо отслеживаются. Это общие друзья. И все, что вам нужно делать, это добавлять людей из списка друзей вашего значимого друга. Вот обратите внимание, я очень многих друзей из списка Ольги Васильевны уже добавил. Слистаю вниз, ищу тех людей, с которыми я еще не задружил. Но вот появляются люди, которые у меня еще не в друзьях. С этими людьми у меня есть общие связи. Два, как минимум, значимых друга. И когда я буду этим людям отправлять приглашение в друзья, во-первых, социальная сеть Facebook будет понимать, что вы приглашаете человека, с которым вы чем-то связаны. И этот человек, получая от вас запрос, будет видеть, что у вас есть общие друзья. И не просто общие друзья, а люди, которых он знает и однозначно уважает. Вот это первый способ привлечения, получения людей с общими связями. Это очень важно для любой социальной сети. Особенно для Facebook. Он это очень четко отслеживает. Когда вы регулярно добавляете людей, с которыми у вас нет никаких пересечений. При очередном добавлении Facebook спросит, а вы точно знакомы с этим человеком? Facebook как бы вам показывает, что вы что-то не то делаете. Но если вы упорно продолжаете делать опять не то, заканчивается это всегда одним. Это первый способ. Через друзей значимой личности. Второй способ. Вступайте в целевые группы. Вступление в группы. Это аналог того, что вы как бы в реальной жизни побывали в новых местах. Группа это всегда какие-то новые люди, которые видят ваши действия. Особенно если вы в этой группе что-то выкладываете, постите. Вы привлекаете к себе внимание. Автоматически будете обрастать новыми контактами. В каждой группе есть участники. Я вхожу в участники группы. Вивасан наша Швейцария. Извините. Если вы еще не подписались на нашу группу, пожалуйста, подпишитесь и приглашайте своих друзей. Нажав на эту синенькую кнопочку пригласить. Вошел в участники. Двигаюсь вниз. Вхожу в раздел участники с общими интересами. И участники поблизости. Что это значит? Это те рекомендации, которые вам дает Facebook. Facebook, как и любая социальная сеть, но Facebook это в первую очередь это социальная сеть, которая является вообще первопроходцем. Все остальные социальные сети, скажем так, дерут с нее все полезности, которые она первая практически всегда внедряет. И Facebook о каждом профиле зарегистрировавшегося человека собирает информацию. Она собирает информацию, что вы лайкаете, где вы живете, определяет место вашего жительства, в каких группах выступаете, какие общие у вас друзья. То есть Facebook собирает всю эту информацию. Facebook формирует так называемую аудиторию. Делается не просто так, а для того, чтобы давать потом по этим людям рекламу более эффективно. И вот то, что мне сейчас говорит Facebook, участники поблизости и участники с общими интересами, это яркая информация о том, что этих людей я могу с чистой совестью добавлять себе в друзья. У нас с ними общие интересы, по мнению Facebook, и эти люди расположены где-то поблизости, опять же, по мнению Facebook, и это нас связывает. Нажимая на кнопочку «Добавить», я могу этих людей добавлять в друзья. Где еще выдает нам рекомендации? Если вы зайдете на ленту любой социальной сети, так работают любые социальные сети, ну, после того, когда у вас уже появятся какие-то друзья, вы начнете что-то делать в социальных сетях, двигаясь по ленте, ну, естественно, лайкая там что-то, отмечая комментариями понравившиеся посты. Вы можете вот увидеть вот такой вот блок, как ВКонтакте, возможно, вы знакомы. В Facebook этот блок появляется практически сразу. Если вы войдете на свою страничку, выберите «Друзей» и нажмете вот на эту кнопку запроса на добавление «Друзья». Facebook выдает вам вот такой блок, который называется «Вы можете их знать». Опять же, у всех этих людей с вами есть что-то общее. Опять же, этих людей можно добавлять по рекомендации социальных сетей себе в друзья. Добавляя именно так друзей, вы будете четко выдерживать принцип общей связи. И никогда социальная сеть вас не будет наказывать за добавление подобных друзей. Но просто нажать на кнопочку «Добавить друга» это не совсем верно, потому что нам необходима не только связь с этим человеком, а нам нужен, чтобы этот человек был целевым. Как это узнать? Целевой друг или хороший этот друг в жизни очень сложно понять, в социальной сети понять еще сложнее. Я вам даю только одну рекомендацию. Прежде чем нажимать на кнопку «Добавить», откройте страничку этого человека, нажмите на него правой кнопочкой, выберите «Открыть в новой вкладке», откроется страница этого человека. Пройдитесь по данной страничке, посмотрите ту информацию, которую постит у себя человек на странице. Если эта информация находит отклик в вашей душе, если у вас есть желание нажать кнопочку «Нравится», что-то прокомментировать под данным постом «Хорошее», то такого человека с чистой совестью можно добавлять в друзья. Конечно, обратите внимание на наполняемость страницы данного человека. Если она практически пустая, вам такой человек в друзьях не нужен, потому что человек, скорее всего, не пользуется социальной сетью, и в друзьях он для вашего продвижения в социальных сетях мало полезного принесет. Не скупитесь на лайки и комментарии на страничке, которые вы просматриваете. Вам не сложно, человеку приятно. Я нашел человека с заполненной страничкой. Все, что человек постит, мне очень нравится. Поэтому вот, например, такой профиль, такого человека я бы с удовольствием имел в своих друзьях. Поэтому с чистой совестью можно нажимать на кнопочку «Добавить». Итак, общие связи и целевые люди. Мы выдержали два очень важных критерия. И третий важнейший критерий – это критерий активности. Как понять, активен этот человек или нет? И где искать активных людей? Тоже ничего сложного нет. Просматриваем свою ленту, либо стену ваших друзей, ну, например, только добавленных. Лучше, опять же, начать с людей, которые являются лидерами мнений. Вот зайду на страничку президента компании. Посмотрите, как я могу быстро вычленить активных людей. Нахожу пост, который мне нравится. Ну, у президента все классно. Под каждым постом я с чистой совестью нажимаю «Нравится». 271 лайк. Вот все люди, которые нажали лайк, а особенно люди, которые прокомментировали этот пост, это вот как раз те люди, которых нужно иметь в друзьях. Особенно людей, которые комментируют. Не поскупитесь на «Нажать нравится» под сделанными комментариями. Именно этих людей нужно в первую очередь добавлять себе в друзья. Особенно людей, которые пишут не односложные какие-то комментарии, а пишут их развернуто. Наталья Леонидовна. Переходим на страничку Натальи Леонидовны и видим, что она у меня уже в друзьях. Переходим на страничку следующего человека, оставившего комментарий. Вот я вижу, что этого человека у меня в друзьях нет. Я однозначно нажимаю на «Добавить» и иду по списку комментариев. То есть все люди, которые пишут комментарии, это те люди, которые нам нужны в друзьях. Эти люди будут помогать вам продвигать себя в социальных сетях, потому что любая активность над постом, лайк, комментарий – это его продвижение. И нам нужны люди, которые это делают. Используйте, пожалуйста, эти несложные, абсолютно логичные приемы добавления в друзья нетворкинга. Но помните, пожалуйста, еще об одной очень важной вещи. Количество отправляемых запросов. Пожалуйста, не начинайте отправлять много запросов сразу в друзья. Ограничьтесь пятью запросами в день. Для начала. Вот добавьте пять человек, проанализировав их странички, отлайков их, добавьте их себе в друзья. И в течение месяца-двух постепенно наращивайте это количество до десяти. Десять человек в сутки в друзьях – это очень хорошая цифра. Если вы будете регулярно… Нетворкинг – это труд, а труд не может быть. Сегодня работаю, завтра не работаю. Регулярно приглашайте людей в друзья на свою страничку, и только тогда будет результат. Десять человек в день – это очень хорошая цифра. Но, пожалуйста, помните, далеко не все люди, которым вы отправляете запрос в друзья, его примут. Кто-то вообще не обращает внимания на оповещение. А вот именно здесь вы видите, что происходит на вашем профиле. Я об этом разделе еще скажу. Люди не заходят в раздел «Друзья» на своей страничке. Они видят, отслеживают запросы на добавление новых людей. Вот видите, у меня сейчас один запрос на добавление в «Друзья». Они этого не делают, и ваши запросы уходят в никуда. То есть они не подтверждаются. Что происходит? А происходит следующее, что через какое-то время количество отправленных запросов становится достаточно большим. А вы продолжаете отправлять запросы на добавление «Друзья». Опять же, кто-то их не принимает. И количество неподвержденных запросов, друзья, у вас растет. Лучше работать по схеме, которая выглядит следующим образом. Мы пять дней, то есть будни, все людей приглашаем в «Друзья». Суббота-воскресенье даем людям подумать и обработать ваши заявки. А понедельник начинаем с того, что очищаем непринятые заявки «Друзья». Как это делается? Ну, например, в том же «Фейсбуке». Зашел в «Друзья», нашел «Посмотреть отправленные запросы». Увидел, что у меня 19 отправленных запросов и неподтвержденных. Но будем считать, что сейчас понедельник. Я опускаюсь в самый низ и начинаю нажимать на кнопку «Отменить запрос». То есть отменяю свой запрос добавления «Друзья». В «Контакте» делается практически аналогично. Заходим в «Друзья», заходим в раздел «Заявки в «Друзья». Ищем раздел «Исходящие заявки, которые вы отправили». Но в «Контакте» обратите внимание, что не все вас принимают «Друзья», а кто-то оставит вас в подписчиках. И вот если написано «Отписаться», значит этот человек просто кинул вас в подписчиках, а не оставил в списке друзей. Вам нужно искать вот такую кнопку «Отменить заявку». То есть человек вообще ничего не ответил, она так и висит. Поэтому вот на такие кнопки нужно нажимать и проходить периодически по этому списку, находить непринятые заявки и нажимать «Отменить заявку». Если вы будете чистить исходящие заявки, если вы будете добавлять людей в «Друзья», придерживаясь рекомендаций, которые я вам сказал, у вас всегда будет все хорошо. Ну и еще один часто задаваемый вопрос. А вот входящие заявки, принимать мне их или не принимать? Это очень важный вопрос. Я вижу, что у меня входящая заявка от человека. Я нажимаю опять же правой кнопкой, открываю страничку этого человека в отдельной вкладке. Вижу, что профиль ну вообще нулевой, не оформлен. Но я вижу, что у нас есть общие друзья. То есть, например, у нас вот общий друг Юлис Сафонова. Но для меня это очень значимый человек. Человек, который много делает в плане нетворкинга. И если она добавила этого человека, скорее всего, она его знает. То есть, возможно, этот человек только начинает заниматься Фейсбуком и еще ничего не успел. Ну, я его приму только ради Юли. Но такие вот профили неоформленные я практически всегда отказываю в приеме друзей. Отказываю в приеме друзей людям, которые вообще не имеют со мной никаких интересов. То есть, люди, которые не владеют русским. Вот сейчас ко мне идут очень много людей из стран Тайвани, вот из той страны. На страничке ничего по-русски нет, какие-то женщины непонятные. Вот опять же, я от этих людей отказываю. Если вы будете принимать в друзья такие профили, у Фейсбука будут складываться неправильные представления о вашем профиле. Он вам будет таких друзей подобных и рекомендовать. Ну, раз вы приняли такого человека в друзья. Обходящие заявки по друзьям отслеживайте. Не надо стремиться за количеством, нужно стремиться за качеством. 20-30 целевых друзей дадут вам больше, чем 2000 абсолютно непонятных, просто принятых, одобренных заявок в друзьях. Но и еще очень важный вопрос. А стоит ли добавлять в друзья людей из компании Vivasan? Мы же пришли в социальные сети за клиентами. Зачем нам люди, которые уже зарегистрированы в компании Vivasan? Я вот часто слышу такие вопросы. Коллега, я хочу сказать следующее, что когда ты начинаешь что-то делать в социальных сетях, один ты ничего не сделаешь. Нужно либо работать командой, либо иметь денежные средства на платную рекламу. Если ты не готов пока вкладываться в продвижение своих публикаций, просто их размещаешь где-то на стенах, охват аудитории у них 83 всего лишь человек, то без команды, без людей, которые поддерживают твои публикации, ты не сможешь. А вот теперь ответь себе на вопрос, а кто поддерживает твои публикации в первую очередь? Конечно, люди, которые работают вместе с тобой в компании. Они будут лайкать твои прямые эфиры, они будут лайкать твои посты, они их будут комментировать. Вот если бы эти 11 человек не отлайкали вот этот коммент-пост, охват был бы, ну вообще, наверное, нулевым бы, или близкий к этому. Поэтому вот этим людям нужно вообще говорить большое человеческое спасибо за то, что они поддерживают ваши публикации. Поэтому принимайте людей из Вивасана и сами отправляйте им заявки в друзья. Для чего? Для того, чтобы поддерживать друг друга. Что же еще входит в понятие нетворкинга, кроме добавления друзей? Конечно, размещение постов. Конечно, комментирование целевых постов в разных группах. Конечно, вступайте в группы, пишите, общайтесь с людьми. Но самое важное, отвечайте на действия других людей. Отследить это очень просто. Нажимаем колокольчик в Фейсбуке или такой же колокольчик есть в ВКонтакте, и вы видите все, что происходит на вашей страничке. Кто что писал, кто что лайкал, у кого какие события произошли сейчас. Всем этим людям необходимо ответить, как это делается. Вот посмотрите, пришло оповещение, что Виолетта и еще 12 человек отреагировали на мое фото. Что я должен сделать, если я веду правильную политику в социальных сетях, если я занимаюсь нетворкингом? Я открываю это действие опять же в отдельной вкладке, чтобы обработать их всех. Вот вижу тот пост, который она отлайкала. Нажимаю вот сюда. Вот этот человек. Опять же открою его в отдельной вкладке. Пройдусь по страничке и отвечу этому человеку тем же. Вот. То есть на один лайк мы дадим три. Причем, скорее всего, перемещаясь по стенам, вы найдете что-то интересное для себя и, возможно, какую-то информацию творчески позаимствуете и выложите у себя на стене. Вот перейду на страничку следующего человека и сделаю то же самое. Все, что делают с моими публикациями, я делаю в ответ этим людям. Это считается хорошим тоном. Все эти действия я отрабатываю. Если публикация сделана в группе, когда вы открываете человека в отдельной страничке, ну, для Фейсбука, чтобы попасть на его профиль, необходимо нажать вот на этот значок, основной профиль. И вы попадаете на страницу этого человека и отвечаете ему взаимностью. Говорите ему спасибо за потраченное время и за оценку. Ну, вот видите, большинство постов своих друзей я тоже лайкаю. Поэтому лайкают и мои. Вот все эти действия я отрабатываю. После того, как действия отработаны, нажимаем вот на этот значок, пометить все, как обработанные. Синенькие точечки исчезают. Ну, ВКонтакте тоже самое происходит. И повторно нажимаем на колокольчик. У нас окошко с действиями, с оповещениями просто-напросто закрывается. Пожалуйста, следите за тем, чтобы все ваши оповещения были отработаны. Тогда вы не пропустите ничего. Никакого действия ваших друзей со своей страничкой вы не пропустите. Если у вас есть время, есть подготовленный материал, еще очень хорошо, очень приятно поздравлять людей днями рождениями. Вот на главной страничке всегда есть раздел для Фейсбука «Дни рождения в ВКонтакте». Это всегда в оповещениях, у кого сегодня день рождения. Опять же, открывайте этих людей в отдельной вкладке. Если у них стена открыта, пишите поздравления. Если стена закрыта, можете написать в личку, либо тоже хотя бы пролайкать несколько их постов. Но это такой своеобразный подарок к дню рождения в сети. Благодарю вас. Этот ролик получился достаточно длинный, но о нетворкинге можно говорить достаточно много. Я ничего не сказал об оформлении странички. Скажу только одно. Найдите страничку, которая вам понравилась и сделайте себе что-то аналогичное по оформлению, по размещению постов. Эта страничка будет у вас страничкой донора. Возникнут какие-то вопросы, связывайтесь с техподдержкой. Успехов!